Тема нашей беседы Грубая правда о нежном возрасте То есть правонарушение подростка И участие в нашей беседе Сегодня принимает Сергей Игоревич Марков Федеральный судья Пожалуйста, Сергей Игоревич Далее я являюсь судью Мальчегорского городского суда Мурманской области Должность судья Как уже мне представили Специализация моя Я судья криминалист Я занимаюсь уголовными делами И всеми вытекающими из таких дел Стаж работы по специальности По этой должности судья У меня уже более 12 лет Не хотелось бы превратить наше с вами общение Просто в лекцию Хотелось бы получить какую-нибудь обратную связь Наталья Евгеньевна Поэтому прошу тогда задавать вопросы Если какие-то у вас имеются Интересующие Либо сразу по ходу моего выступления Либо в конце То есть как вам будет удобно Начнем с того, что Нужно понять, наверное, разницу Что такое правонарушение И что такое преступление Это одно и то же Или это разные понятия? Это разные Ну, давайте таким вот образом Правонарушение Это вообще общественно опасное деяние Которое, исходя из степени Общественной опасности Содеянного теории права Подразделяются на Проступки, которые могут быть административными Дисциплинарными Гражданско-правовыми Процессуальными Материальными И так далее И, собственно, преступления Соответственно Соответственно, в зависимости от вида Правонарушения Наступают различные правовые последствия Для виновного лица В виде последующих мер Воздействия на него То есть, в принципе Преступление Это, скажем так Наиболее Серьезная форма Правонарушения Ну, тоже Правонарушение Ну, преступления И правонарушения Совершают, наверное, все Кто по злому Кто по незнанию И вот, видимо И взрослые подростки Все это совершают Так вот, кого же Российское законодательство Считает подростком? Ну, это, наверное, уже В относится к вопросу Наступления возраста Ответственности Для подростков Ну, скажу так сразу Что действующее законодательство Оно не предусматривает Юридически закрепленного Понятия подросток Здесь, в общем-то В составе понятия Несовершеннолетний Понятно, что Несовершеннолетним является Любое лицо Не достигшее 18-летнего возраста То есть, не ставшее Совершеннолетним Но уголовный закон В частности Использует В своей правоприминительной практике Такое понятие Как малолетний То есть, это Лицо Не достигшее 14 лет Собственно, повторюсь Подросток Как такового Юридического понятия Вот, применяемого К моему закону Оно не существует Все понятно Ну, теперь Следующий вопрос Можно ли Привлечь Малолетнего К административной Ответственности И за какие Деяния Да, конечно Можно То есть, скидки на возраст Не имеется Ну, определенные Скидки есть Там, в части Наказания И некоторых Еще других Моментов Но, начну с того Что, в общем-то Кодекс Российской Федерации Административного правонарушения В принципе Как и уголовный закон То есть, уголовный кодекс Российской Федерации Говорит о том Что привлечение К ответственности Поддержит лицо Достигшее Ко времени Совершения Правонарушения Возраста 16 лет Исключение Есть в уголовном кодексе То есть, по административной Ответственности Однозначно Только с 16 лет В уголовном кодексе Есть исключение По ряду преступлений Несовершеннолетний Может быть привлечен К уголовной Ответственности При достижении 14-летнего возраста Комендую Совершение Противоправного Деяния Но это такие Достаточно серьезные Преступления Как убийства Кража Грабеж Насильственные действия Там сексуального характера Угон транспортного средства Ложные сообщения Об актитерроризме И другие Это вот все с 14 лет Это уже с 14 лет Да А у нас вот В Мальчегурске Привлекались Такие Ну, случаи, конечно У нас были Именно что С 14 лет Да Были случаи Я вам сейчас Конкретно фамилии Не назову Не буду называть Такие случаи Конечно были Были И вот еще Такой вопрос А их много Или мало Этих случаев Ну вот за последние С 14 летнего возраста Именно с 14 летнего Это же за особые тяжкие Преступления привлекаются За тяжкие Особые тяжкие Да Ну, к счастью Скажем так В Мальчегурске Таких случаев Немного Они единичные Да Ну, по достижению 16 летнего То есть подростки Подростки Прошу прощения С 16 летний С 16 до 18 лет К сожалению Достаточное количество Это 16 до 18 Ну, слава богу Хоть с 14 Не так много Единичный случай Да Вот последние Там 2-3 года Господь Если мне память Не изменяет Два человека Всего лишь Да Всего лишь Уже хорошо Ну и Давайте И может я еще Немножко продолжим Про административную Ответственность Несовершеннолетних Если можно Это даже нужно Хорошо Значит Смотрите Кодекс Российской Федерации Административных Правонарушений Ну, по-простому Он называет КАПРФ Общеприятие Сокращенное название Он не содержит Какого-либо Запрета На привлечение Административного Ответствия По каким-то Конкретным Статьям Кодекса То есть Несовершеннолетний Может быть привлечен Практически По любой Статье Кодекса Административного Провышения К административной Ответствии Ну, это Естественно За исключением Тех статей Когда Собственное Правонарушение Совершается В отношении Самого Несовершеннолетнего То есть Например Вовлечение В употреблении Спиртных напитков Вовлечение В употреблении Табака Недлежащее Исполнение Родителям Или другими Законными Представительными Обязанностями Ко-собственной Дети То есть Тут И понятно Что Правонарушение В отношении Самого Несовершеннолетнего Во всех Иных Случаях Несовершеннолетний Может быть Привлечен К административного Ответствия В принципе По любой Статье Ну, Кап Рэп Там, где Подлежит Привлечение Не физическое Дел То есть Дел Об административных Правонарушения В отношении Несовершеннолетних Предусмотрена Исключительная Подведомственность То есть Такие дела Рассматриваются И только И исключительно Комиссии По данным Совершеннолетних За счет Их прав Администрации Бургану Вмочеводской В частности В нашем городе То есть Только комиссии Рассматриваются Такие дела Ну, за одним Исключением По главе 12 Кодекса Административных Правонарушений То есть Нарушение Правил Дорожного Движения Может рассматривать Соответственно Орган Делошной Винцов Взбудившее Данное дело Административное Крушение То есть Простыми словами Говорят Это сотрудники ГИБДД И только Если Этот орган Посчитает Необходимым И возможно Передать Такого рода Правонарушения То есть Связанное С нарушением Правил Дорожного Движения В комиссию То в этом случае Комиссии Тоже рассматривает То есть Только Исключение Получается По правилам Дорожного Движения Остальные В остальных Всех Случах Смазывается Только Лишь Комиссия Движения Вашиновей Тут у нас Еще возник Такой вопрос По поводу Вандализма Вандализм Это Имеется Ввиду Уголовно Есть административная Ответственность За вандализм Продолженно Чаще всего Подростки Начинают Портить Вещи Испортили Неоднократно Кованаду На Лумбалке В парке Да Сейчас Делают Ленинградскую Набережную Красивую Что-то Как-то Общественности Тревожно Я понимаю У нас В Инчегорске По крайней мере За последние Наверное Лет 10 Я по крайней мере Не помню Таких дел Чтобы у нас Такие дела Возбуждались И рассматривались Да Но ответственность Как административно Так и уголовно Это зависит Опять-таки От степени Общественной опасности То есть От наступивших Последствий Какой степени Вандализм совершен Какие последствия Негативные Наступили А на ответственность Имеет место Быть Предусмотрено И кодексом Административного Пронушения И уголовным Законом То есть Можно Вплоть до Возбуждения Головного Дела Возбуждения Уголовного Наказания А административная Ответственность Как-то Она перекладывается На родителей Допустим Если ущерб подросткам Нанесен Какой-то материальный Подросткам Несовершеннолетний Ну ничего страшного Да Который сам Не зарабатывает Еще Ну это Мы уже касаемся Вопроса Дисциплинарной И гражданской Правовой ответственности Несовершеннолетнего Конечно Да То есть Смотрите В возрасте С 14 до 18 лет Подросток Приобретает Ограниченную Так называемую Дееспособность Правоспособность То есть Он уже Может отвечать За Как вы говорите Ущерб Допустим Причиненный Его действия Либо какие-то Иные Моменты Он может Отвечать Сам То есть Может быть Решением Ограниченного Лица Либо Судом Обязанность Возместить Ущерб А возможно Именно На подростка Это В том Случае Если К примеру Подросток Имеет Собственный Какой-то Доход Например Степенди Там Процент Отчета Получает Имеет Там Собственный Счет Где Какие-то Средства Поступают Там Пенсионного Либо Есть Доход Как Правило Конечно Возлагает Соответственность И Отказность Вместить Ущерб Конечно На подростках То В случае Если Такого Дохода У него Нет И Собственное Имущество Которое Может Обращено Возыскание В этом Случае Закон Это Предусматривает И Право Применители По той же Практике Ответственность Слагается На Закон Представителя То есть На Родителя Либо Либо Но Если Допустим Сумма Достаточно Существенная К примеру Которая Не сразу Погашается Или Компенсируется По достижении 18-летнего Вне Зависимо От того Что Изначально Допустим Была Возложена Ответственность На Закон Представителей То есть По достижении 18-ти лет Совершеннолетним То есть В основном Совершеннолетним В силу Закона Полная Ответственность Переходит К нему Обязанность Возвестить Вред Уже То есть Родители Она Снимается Несмотря То Что Решение Состоялось Изначально Дальше Выплачивают Сам Виновник Вот Таким Вот Образом Так Что Еще По Амистеративной Ответственности Мы Во всем Поговорили Ну Наверное Коротко Буквально Одним Приложением Касающего Наказания Которые Как Правило Назначаются Несовершеннолетним Опять Таким Повторюсь Комиссии По Два Несовершеннолетних Как правило Это предупреждение Либо Штраф Назначается То есть Комиссии Вправе Это тоже Сделалось Соответственность Закон Действующим Иные Меры Которые Имеют Вместо Административного Кодекса Конечно Не применяются К несовершеннолетним Ну Там Запрет Определенной Деятельности Конфискация Имущества И так далее То есть Такого рода Не применяются Ну Как Такого Имущества У Несовершеннолетних Нет Что С преступлениями Теперь Может быть Да С преступлениями Теперь Что такое Преступление Давайте Начнем Опять-таки Созов Немножечко Ну Хотел Начать С чего Как я уже Говорил Что преступление Это крайняя Стадия Правонарушения Самое Тяжелое Последствия К сожалению Совершения Преступления И последующего Приговора Суда Такого Состоится Объяснен Становится Тем фактом Который будет Сопровождать Подростка Как вы говорите Ну уже Дальнейшим Взрослого Лиц На протяжении Всей жизни Почему Потому что Сведения О привлечении К уголовной Ответственности Даже вне Зависимости От того Состоялся Объединительный Приговор Но если Было Объединение Не предъявлено Рамка Уголовного Дела Эти сведения Будут храниться В информационном Центре Который Есть в каждом Субъекте Российской Федерации И есть в главном Информационном Центре В Москве Куда Со всей Страны Собираются Данные Так вот Данные О привлечении Лицах Уголовной Ответственности Они хранятся Будут Всю жизнь Они Постоянного Хранения То есть Неважно Снута Судивность Снута Судивность Сведения Будут храниться Они будут Храниться Постоянно И к сожалению Во многих Скажем так Сферах Деятельности Особенно Что касается Государственной Службы Работа В органах Власти На различных Должностях Наличие Судивности Порой Даже Погашенные Они являются Препятствием Для работы Поэтому Наличие Привлечения Уголовной Ответственности Оно Конечно Может препятствовать Дальнейшей Успешной Карьере Человека Жизни Поэтому так Значит Что такое Преступление Ну давайте С теорией Коротенечка Буквально Преступления Признаются Общественно Опасные Деяния То есть Они опасны Для личности Для общества Для государства Которые Запрещены Уголовным Законом Значит Производство Вообще По уголовному Делу Ощущается На основании Всего лишь Двух Законов Они называются Кодексами Это Уголовно-процессиальный Кодекс Российской Федерации И Уголовный Кодекс Уголовно-процессиальный Как следует Из его Названия Он В общем-то Регламентирует Порядок Производства По уголовному Делу То есть Возбуждение Уголовного Дела Проведение Предварительного Расследования Полномочия Надзирающего Прокурора Непосредственное Условие Порядок Проведения Судебного Выбирательства По уголовному Делу Порядок Принятия Решения Судом Порядок Обжал И так далее То есть Вопрос Процессуальный Каким образом Ведется Процесс Уголовного Судопроизводства Уголовный Кодекс В свою очередь Определяет Общие Принципи Действия Уголовного Закона Понятия Виды Преступлений Понятия Виды Правил Зачей Наказания И собственно Перечень Тех деяний Которые Уголовным Законом Запрещены То есть Это и есть Преступление То есть Деяние Запрещенное Уголовным Законом Это является Преступление Которое Прямо Продиснуться В Уголовном Кодексе Еще раз Коротко О том Что Преступления Бывают Умышленные И неосторожные Как вот у вас Прозвучало Ваши реплики Значит Умышленные Совершаются С прямым Либо косвенным Умышленным То есть Прямой умысел Когда Лицо Осознает Общественно Опасность Своих Действий Предвидит Возможность Наступления Общественно Опасных Последствий И Желает Их Наступления Прямо Желает Поэтому Это прямой Умысел Если же Лицо Осознает Общественно Опасность Своих Действий Предвидит Возможность Наступления Своих если не желает наступления, но допускает, что не могут наступить. Это всё равно прямой умысел в виде косвенной формулы вины. Но это всё равно внешнее преступление. По неосторожности, там тоже есть две формулы вины. По неосторожности, там не буду более подробно. Там сложные формулировки юридические, чтобы не загромождать. Да, наше с вами общение достаточно сложное. А вот ещё такой момент. Может ли привлекаться несовершеннолетний по статье «Превышение самообороны»? Значит, ограничения какого-либо в законе нет. Статья такая существует. Причём она существует в двух формах. То есть при превышении пределов необходимой обороны, так она звучит. Может быть привлечёт либо к уволочению, или к запрещению тяжкого вреда здоровья, а даже, возможно, к запрещению смерти. Так, что касается преступления, немножко понятно. Давайте, может быть, по наказанию? По наказанию, обязательно. Как же? Преступление без наказания? Да. Преступление без вины не бывает. Наказание без вины не бывает. Значит, скажу сразу, что ответственность за совершение любого преступления, она является, она только одна. Это уголовная ответственность. То есть уголовное наказание. То есть наказание – это ответственность за совершение преступления. Виды наказания уголовным законом, то есть уголовным кодексом, предусмотрены различными. Но, касаемо обсуждаемого с вами вопроса, то есть в отношении несовершеннолетних, может быть назначено наказание в виде штрафа, в виде ограничения свободы, в виде обязательных работ, в виде исправительных работ. Некоторые виды наказания не назначаются несовершеннолетним, ну, например, такого рода, как принудительные работы, как арест и по жизни лишения свободы не назначаются. А остальные виды наказания, в принципе, назначаются несовершеннолетним. Ну, если есть необходимость, можно было бы и подобно рассказать наказание, но, если, конечно, есть необходимость. Я думаю, так все понятно. Все понятно, да? Да. Коснусь сразу, наверное, вопросов назначения, наказания в каком моменте? Все несовершеннолетние, как и любое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, при назначении единого наказания обязательно порядка должны быть учтены не только характеристики личности, да, пусть и привлекаемого лица, но и обстоятельства смягчающие, либо отягчающие наказания. То есть иногда используют неверные фраулеровки, это часть, что отягчающие, либо смягчающие вину. Такого понятия нету, а закон говорит о обстоятельствах смягчающих, либо отягчающих именно наказания, то есть, а не вину. Ну, такими, например, смягчающими наказания обстоятельствами могут быть явка с повинной, активно способствует раскрытию расслабления преступления, добровольное возмещение причиненного преступления вреда, или какие-то действия направлены на заглаживание причиненного вреда. Ну, также противоправное поведение потерпевшего, если это и поведение противоправное потерпевшего, или исполнение совершения преступления и так далее. То есть, там большой перечень установлен смягчающих наказания обстоятельств. Этот перечень, он не закрытый, то есть, судом при рассмотрении уголовного дела установлены иные какие-то смягчающие обстоятельства, которые суд найдет возможность признать таковыми, то есть смягчающими, которые в законе прямо не перечислено. В отличие от смягчающих, отечающие наказания обстоятельства в законе, от исчерпывающих. То есть, никакие иные, кроме тех, которые предусмотрены в законе, в уголовном законе, не могут быть включены обстоятельства в качестве отличающих. Только перечень, скрепленных в законе. Таким относится, например, наступление тяжких последствий в результате совершения преступления, совершение преступления группы лиц, особо активная роль в совершении преступления, совершение с особой жестокостью в отношении лица, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, в отношении женщины, заведомо находящихся в состоянии беременности и так далее. То есть, вот такого рода. Соответственно, они являются теми, которые отягчают назначаемое лицом наказания. Так. Ну вот, в общем-то, все немножко по приспособлению. Да, пожалуйста. У меня тогда еще возник вопрос по теме нашей беседы. Вот несовершеннолетние часто бывают жестоки по отношению к животным. Статья же такая. Имеет место быть такая статья. Но применялась ли она вот у нас, допустим, в нашем городе? Если мне память не изменяет, а она мне не изменяет, за последние лет семь-восемь точно не будет. И не будет, видимо. Здесь есть определенная проблема. То есть, я уже говорил в уголовном процессуальном кодексе, который регламентирует порядок производства по уголовному делу. Одна из важнейших стадий, которая производится на стадии предварительного расследования – это процесс доказывания. Процесс доказывания. Виды доказательств тоже в уголовном процессуальном законе перечислены. И вот, к сожалению, с такого рода делами, как обращение с животными, эта категория дел крайне сложная на доказывание. То есть, ну, говоря более простым языком, если это сделано в присутствии очевидцев, да, есть в присутствии очевидцев, а там несколько человек где-то видели, тогда это, конечно, проще, поскольку показания очевидцев в уголовном процессуальном законе имеются свидетели, конечно же, являются доказательствами по делу. Конечно же, да. Если же это не очевидно было, и, допустим, ну, заснято там на видео, где-то выложено в соцсети и так далее, то, конечно, крайне сложно доказать о том, что этот факт был вместо быть и установить виновное лицо. Поэтому вот проблема здесь немножко есть, процессуальная, скажем так. Ну, повторюсь, что в Мончегорске, к сожалению, таких дел не было. А может, к счастью. Ну, к счастью. Да, может, к счастью. Да. Хорошо. Что тут еще? Сергей Игоревич, в заключении этой части нашей беседы хотелось бы узнать, какие преступления чаще всего совершаются несовершеннолетними в Мончегорске? Так, в Мончегорске. Значит, основные виды преступлений, которые совершаются несовершеннолетними в Мончегорске, ну, во-первых, это все мушные преступления. То есть, неосторожных деяний, несовершеннолетними, последние, опять-таки, повторюсь, лет семь-восемь, в Мончегорске нет, нет. Все умышленные, то есть, подросток, несовершеннолетний, умышленно идет на совершение преступления. Ну, порой, может, не осознавая, что это преступление, но чаще именно осознавая, что это преступление умышленно не войдет. Наиболее частые, наиболее распространенные, какого категории, это, конечно же, кражи. То есть, хищение тяжелого имущества, оно именуется в законе, оно может быть в нескольких формах, то есть, грабеж, либо разбой и кража. Ну, чаще, конечно, кражи. Особенно кражи из магазинов. К сожалению, кражи из магазинов, включая алкогольную продукцию. То есть, это вот 158-я часть первая. Это хищение тяжелого имущества. Иногда открытое хищение, когда продавец, либо охранник замечает, что несовершеннолетний выходит, похитив товар, то есть, не оплатив его через кассу, начинает догонять его, там, задерживать, и подросток несовершеннолетний убегает. То есть, понимая, что его пытаются задержать именно в связи с тем, что он похищает продукцию, сознательно убегает. То есть, в этом случае это уже открытое хищение, что вы думаете, что это грабеж. Это одна категория дел. Далее. К сожалению, много было у нас буквально 2-3 года назад, сейчас меньше, вот последние пару лет, к сожалению, было много угонов, так называемых. В законе звучит как неправомерное владение транспортных средствами без цели хищения. Понятно, что мотивы подростков фактически покататься, очень огромная тяга у некоторых к автомобилям, своего нет, а покататься хочется. И вот начинают кататься на счетах автомобилей. А это, между прочим, тоже уголовно отказуемые деяния, наказание за которое предусмотрено сразу, по первой части, до 5 лет лишения свободы. Угод транспортного средства. Ну и наиболее опасная категория преступлений, тоже, к сожалению, большое нахо в стране не получившее, это незаконный оборот наркотических средств и психотропных причин. К сожалению, количество онестышлений, которые привлекаются к уголовной ответственности за последние годы растет ежегодно. К сожалению, это так.